Здравствуйте, уважаемые ульяновцы и гости нашего региона. Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в нашем регионе и в стране в целом постепенно стабилизируется, но забывать об опасности пока нельзя. Как сообщило издание Коммерсант 30 марта со ссылкой на замглавы Минздрава РФ Татьяну Семенову, показатели заболеваемости коронавирусом в России говорят возможности третьей волны. Чиновница рассказала об этом на конференции недели медицинского образования. При этом в Роспотребнадзоре не ждут третьей волны. В России уже 4 дня подряд фиксируют меньше 9 тысяч заболевших ковид-19 за сутки. Общее число зараженных превысило 4,5 миллиона. С середины января в стране идет массовая вакцинация. Несмотря на оптимистичную статистику, расслабляться не время. Ковид еще не побежденный, поэтому важно сохранять бдительность. Все еще существуют ограничения по коронавирусу. У 10% привитых не вырабатывается иммунитет, вне зависимости от вакцины. В Роспотребнадзоре России считают, что только к лету возможно послабление ограничительных мер. Поэтому разговор об отмене масочного режима преждевременный, подчеркнул губернатор Ульяновской области Сергей Морозов. Власть продолжает контролировать соблюдение масочного режима в общественных местах. В Ульяновске ежедневно, включая выходные дни, проходят проверки на предмет соблюдения ограничительных мер, предписанных Роспотребнадзором. Главной целью подобных рейдов является профилактика распространения коронавируса и сохранение здоровья граждан. 29 марта совместные мониторинговые группы проверили соблюдение антиковидных норм объектами торговли. В ходе рейда было проведено 33 профилактических беседы, составлено два протокола в магазинах на улице Станкостроителей и проспекте Гая. В состав мониторинговых групп входят представители добровольных народных дружин, полиции, а также МБУ Управления гражданской защиты и районные администрации. Заместитель начальника поисково-спасательной службы Александр Уласюк рассказал о рейдах по соблюдению масочного режима в городе Ульяновске. Рейды проводятся каждый день различными организациями, в том числе и Управлением гражданской защиты. Без протоколов мы, как говорится, не уходим. Протоколы у нас постоянно есть, потому что есть люди, которые действительно соблюдают маски и в маршрутках, и, соответственно, в торговых центрах, в общественных местах. Но очень много людей, которые это игнорируют. Игнорируют до сих пор, независимо от того, что болели, что переболели и все равно не считают, что это все маски, и все это ерунда. Поэтому актуальность остается до сих пор. Маски многие не находятся. Большая часть людей реагирует более-менее с пониманием, как вы извиняете, потому что бывает такая ситуация, мало что человек забыл или как-то задумался, у всех, конечно, это проблема. Но есть часть такая, которая реагирует точно агрессионно. Первый раз у нас предупреждение идет, второй раз, соответственно, в последний раз до 5000 штрафов. Есть еще и люди, кто не соблюдает масочный режим. В принципе, масочный режим соблюдать необходимо. В какой причине? Мы видим по всем новостям, что в Европе уже третья волна идет. Все заболевания увеличивается. Постараться надо все равно масочный режим соблюдать. Поэтому Управление гражданской защиты совместно с администрацией города, с полицией и дружинниками выезжает. Сегодня было составлено два протокола. Итак, за несоблюдение масочного режима предусмотрен штраф до 5000 рублей при повторных нарушениях. В Ульяновске также проводится дезинфекция в многоквартирных домах. 29 марта дезинфекционную уборку провели в 670 домах Ульяновска. По информации городского управления ЖКХ и благоустройства, управляющие организации провели дезинфекционные мероприятия в 198 МКД Ленинского района, в 201 доме в Засвияжье, в 242 домах Заволжского и 29 объектах жилого фонда Железнодорожного района. Дезинфекция кнопок домофонов, ручек входных дверей и домофонов оборудования осуществляется поверхностно, без опрыскивания. Все меры контроля направлены на то, чтобы предотвратить заболеваемость коронавирусом. И относиться к ним нужно с пониманием и уважением, ведь только от нас с вами зависит, будет ли в России и в мире третья волна ковида. Уважаемые ульяновцы, берегите себя, надевайте маски и перчатки в общественных местах, соблюдайте социальную дистанцию. И самое главное, не поддавайтесь на провокации, никогда не паникуйте и доверяйте только проверенным источникам информации.